Так, дорогие мои, в прошлом виде что-то было со звуком, мне написали, что правый наушник работает, левый не работает, я не знаю, в чём проблема, поэтому будем с вами тестить, смотреть, вот вообще ничего не трогала, вот он стоит спокойно, может не надо так сильно орать, не знаю, в общем, буду говорить спокойно, тихо, и настройки я вроде не меняла, будем смотреть по состоянию. Значит, тема сегодняшнего ролика у нас, это прекрасный итальянский харачи, мужчины и все дела. Чем опасны такие мужчины для девочек? Ну, конечно же, начнём с того, что его семья, это не какая-то там, какие-то дешёвые портные, да, или что-то типа такого. Они, а-ля, считались как дворянами всей этой истории, это был старый род аудиторы, они были известными, достаточно богатыми, серьёзными, мальчик родился непростой, мальчик родился немного нарциссичным, эгоистичным, красивым, что дало ему возможность, скажем так, почти любую девочку вообще закадрить и не парить. И, собственно говоря, и с этого и начался Assassin's Creed 2, когда мы видим, как Эдсо вступает в битву, постоянно кого-то подначивает, занимается любовью с какой-то там дамой, вообще непонятно какой-то, ни его супругой, даже там не пахло этой супругой, просто была какая-то левая девчонка. И, в принципе, вот такая у него была жизнь, у Эдсо аудиторы. Для каких-то серьёзных дел он был ещё маловат, в отличие от его старшего брата, который уже был приближен к делам ассасинов, Эдсо, в свою очередь, был ещё на таком коридоре. То есть он ещё учился, он ещё познавал мир, отдыхал, развлекался. И, в принципе, если бы не эта история вообще с ассасинами, если бы его отца не повесили вместе с его семьёй, скорее всего, вот эта жизнь такого блуда, такого богатого, эгоистичного сына, богатого отца и всего этого рода, она бы так и продолжалась. То есть такие мальчики, они обычно очень поздно женятся в силу того, что они понимают, что для женщин не надо особо ничего делать, женщины, и так все расстилаются перед ними, работа у них есть, всё у них есть. И эти мальчики опасны тем, что они достаточно красноречивые, они красивые, а когда им надо, они могут из тебя выжить всё, что угодно. То есть ты согласишься на всё. И очень многие девочки, вот как раз-таки по молодости, они попадаются на таких мальчиков, они страдают, тех, естественно, бросают, и это начинается в замкнутый круг. То есть, в принципе, на таких мальчиков по молодости вообще не надо обращать никакого внимания. Лучше всего, если они чем-то заняты, то есть это будет наука, это будет бизнес, это будут какие-то дела, но никаких семейных отношений, ничего такого вообще быть не должно в принципе, потому что мальчики не нагулялись, они ещё... Ну, есть такая история у мужчин, что чем больше женщин, да, вот тем лучше. Вот это вот как раз вот эцо-аудиторы, это вот они такие. Хотя при этом они являются очень чувственными, любящими. К своим семьям... Да что же с голосом-то такое? К своим семьям они относятся очень щепетильно, в свой дом они чужих не пускают, то есть семья для них святое. Ну, просто девочки по молодости, они становятся их семьёй, они их вот так вот уюзают спокойно, и не будет такого, что какая-то простолюдинка из народа, вот он в неё влюбился по молодости. Нет, нет, там будет какая-то серьёзная такая дама, и если вы помните, кто стала первой серьёзной дамой? Блин, как же, Екатерина Сфорца, вроде так её зовут, рыжая вот эта мадам, вдова, у которой были уже дети. А такие мальчики очень часто любят девочек постарше, причём на лет 10 могут взять постарше, они их считают более серьёзными, более мудрыми, опытными. И вот он влюбился, впервые эта аудитория влюбляется, но она на него смотрела, как на мальчика маленького, он ей вообще не нужен был никак, естественно. И в Бразер Ход она от него сбежала, хотя мне нравилась их пара, они были такие, ну, какие-то красивые, такие утончённые, у обоих был какой-то богатый род, богатое прошлое. Но Екатерина всё-таки у неё были дети, она сбежала к своим детям, всё, ей больше ничего не надо было. Больше у него по молодости никого и не было, если вы вспомните, то до конца уже вот этой своей молодости он только сражался, бился тамплиеров через достоинство отвага, за семью и вся эта история. Ну, какие-то были там, я помню, можно было кого-то закадрить, но, конечно же, ничего серьёзного там не было. И вот эта ситуация, какая бы она ни была страшная, ужасная, что его отца повесили, брата повесили, она сыграла на руку такому, как аудиторы. Потому что если бы он шлялся вообще без дела, он бы где-нибудь либо спился, либо скурился, либо ещё что-нибудь там было и вообще бы сдох где-нибудь в канаве. Таким вот мальчикам они обязательно должны быть при деле по молодости, потому что энергии очень много, она разгоняется ещё сильнее за счёт того, что рядом женщины, которые тоже там все стелятся. И вот он весь такой павлин гамбургский, довольный, счастливый, весь распушился. И если он не будет пристроен, то тогда его жизнь превратится в ад. И вот как раз-таки благодаря тому, что случилась вся эта ситуация, надо было резко повзрослеть, резко начать чем-то заниматься, изучать всю эту технику ассасина, бороться, мстить, познавать. То есть он был достаточно умный мальчик, несмотря на то, что у него были качества, ну такие, он был, я бы сказала, легкомысленным. Он был к жизни очень легкомысленным. И там даже вначале, вот если помните, они когда со старшим братом залезли наверх, и там был вот этот диалог, чтобы эта жизнь нас никогда не меняла, и чтобы эта жизнь никогда не менялась. Потому что действительно они были сыновья очень богатой семьи, у них в принципе все будущее, оно было расписано. Им не надо было бы как-то сильно пахать и работать, у них были бы хорошие места, у них все было бы нормально, все было бы прекрасно. И вот случилась эта ситуация, Эцио резко взрослеет, умнеет. Ну и она его спасла. Она его спасла, потому что он был при деле. И вот этот период молодости Эцио аудиторы, он как раз-таки вот грамотно все выстроено, что этот мальчик, он себя не сгубил. Такие мальчики, которые вот сразу идут куда-то в дело, они мужают и могут находиться в какой-то безопасности. Потому что иначе это были бы какой-то вечный промискуитет, какие-то девки, какое-то заражение, естественно, венерическое. И все бы это откинулось, и короче, это был бы кошмар. И вот, значит, мне он лично, когда нравится, ну в силу того, что я, во-первых, люблю там мужчин постарше, да, и люблю посерьезнее, таких более мудрых, спокойных, вот это я люблю. Он мне понравился, конечно же, в откровениях. В откровениях ему 50, 56, не, не 56, 52, где-то вот такой вот возраст. Да, он еще скачет, он еще прыгает, он еще весь такой вот, весь из себя, но при этом он уже спокойный. Он уже такой равновешенный, свое повидал, жизнь посмотрел. И он как раз-таки нашел вот эту молодую девчушку, как вот эту колыбель, как пристанище, которая вот приняла его таким, какой он есть. Вот он смирился и захотел вот этой какой-то простой обычной жизни. Если вы помните, есть после откровений такая небольшая анимация, анимационная, типа кат-сцена какие-то там на 20 минут. И там показано, что он как раз-таки живет со своей вот этой девчушкой, у него дочка, на какой-то ферме вообще там где-то далеко-далеко-далеко. Все, то есть он нагулялся, он успокоился, и он уже, понятное дело, там не будет изменять или какие-то там выкрутасы делать. Нет, его как раз вот эта жизнь, ассасина, она из него, грубо говоря, сделала человека, и она его подуспокоила. Вот эти постоянные бои, кровь, кого-то надо убивать. То есть он вот это насмотрелся, надышался вот этим героизмом, не смог спокойно зажить вот этой нормальной человеческой жизнью. И вот только лишь благодаря этим ассасинам. Естественно, если мы переносим это на реальную жизнь, ну обычно это хороший крупный бизнес, мальчики туда вкладываются, они работают, работают, в этой работе они погружаются. Они себя не истязают гулянками, пьянками, наркотиками, какими-то странными девками, и все в этом духе. И таким образом они выходят вот чистыми из воды, и где-то вот к 40 годам как раз таки они уже готовы прям вот осесть, чин по чину, домик, детки, ну если уж там будет желание, да, вот в зависимости еще от супруги, конечно. И все, и они тогда вот приходят в норму. Если же по молодости вот эта система не пройдена, то есть они не берутся в какое-то дело, они шатаются туда-сюда, все к 30, к 40, они вообще не какущие. Они очень страшненькие уже, потому что они пропили всю свою молодость, они ее прогуляли, куда-то наездились, что-то наделали, и к 30 они, получается, ничего не заработали, и к 40, и никакой ответственности особо они не набрались. А женщины уже как-то не особо интересно, то есть вот это все вот эти данные, которые были у этого мальчика, вот у такого эгоистичного, нарциссичного, красивого, и умственно он был очень хорош, он в принципе хорошо соображал, они все растерялись. То есть если мальчик не занят, все, оно все теряется, пропивается, прогуливается, и все, и к 30 ты выходишь вообще никакой, вообще никакой как овощ. Поэтому в случае как раз таки с Эссо, мало того, что ему вот эта ситуация помогла, так он еще и подустал в силу возраста, и все, и он пришел как раз на покой. И вот в этом возрасте они вот самые-самые лучшие, вот прям самые лучшие, потому что они уже такие, они не боятся своей чувственности, они не боятся открываться, они не боятся сопереживать, ухаживать, они могут терпеть женщину, то есть женщина бывает все, она очень эмоциональная, да. Они уже спокойно воспринимают, они не будут уже говорить, что тебе должен, я тебе ничего не должен, вот эта вот вся вот дичь, ее уже не будет. То есть он будет спокойный, нормальный, хороший мужчина, с которым можно строить семью. И вот как раз таки чаще всего они и женятся. Вот эти вот сорокалетние, нагульные, уже, я не хочу говорить слово наебанные, потому что это будет не совсем правильно, но они будут, ну, наверное, наебанные тоже тут, кстати, подойдет. Наверное, подойдет. Но самое главное, что они будут спокойные. То есть вот этот максимализм молодости, он уйдет. Вот это самое главное. Сам по себе Этсо как персонаж мне нравится вот только в Откровениях. Вот эти вся его пылкая страсть, вот эти вот все понты, ну, вот, ну, вообще, вообще не моя история, мне вот вообще такой не заходят. Единственное, если к ним найти подход, то можно очень много с помощью них добиваться. То есть благодаря тому, что там была вот такая еще сестра прыткая, мама была такая, а мама, кстати, вот была наоборот такая спокойная, мудрая, такая прям вот хороший пример вот этой матери. То есть он уважал ее, он никогда там ее не гнобил, ничего. То есть семья была святая благодаря тому, что его мама как раз таки относилась к нему не просто как к сыне, а как к мужчине. То есть он главный, отец умер, теперь ты главный. Она ему вечно это показывала. И он таким образом убрал вот эту вот ответственность за свою семью. И он понимал, что вот эта его семья, вот это святое. Все, сестра, понятно, такая вся вот тоже под тареском. Ну, вот они вот оба достаточно похожи в этом плане. Но более такая, мне кажется, она более экстравагантная была все-таки его сестра, чем он, он так более-менее все равно. И при этом, при всем, он вот выходит из этой ситуации вообще вот в идеале. В идеале. Причем он, кстати, очень интересно так повернул ход событий, что вот Альтаир, в отличие от него, он был фанатиком. Альтаир был адским фанатиком. Он замуровал себя вместе с этой плитой. А Эдсу нет. Он решил, что с него хватит. Все. То есть он какой-то нашел вот этот порог, при котором он понял, что дальше я не пойду. Все, теперь семья. Теперь обычная, хорошая, спокойная жизнь. Все, я больше не хочу. И он поступил намного мудрее. Потому что если бы он был ярым фанатиком вот этой философии ассасинов, он бы, ну, либо тоже себя где-то зарыл, либо вот какая-то была вот, либо где-то его убили бы в итоге в горах и все в этом духе. А он нет. Он себя сохранял. Вот он как-то умел, умел находить вот эту золотую середину, чтобы себя и не распустить совсем, но и как-то за всеми стенами мира тоже не прятаться. Вот он погулял, все, наигрался, тестостеронно вырабатывал, мир поспасал какое-то время, но больше он не стал. Все, он решил, что хватит. Что хватит, теперь надо на покой. И, в принципе, он сделал это правильно. То есть как раз-таки вот это желание уйти на покой, оно как раз-таки обезопасило тоже его жизнь. Эцио аудиторы, я бы не сказала, что сам по себе вот как-то дико интереснее. То есть вот история Альтаира мне, наверное, больше была бы интересна. Но за счет того, что Эцио по молодости был вот весь такой, вот такой вот эмоциональный харач, итальянский мужчин, все дела. Ну, конечно, да, он, наверное, вот и откликался у мальчиков, там, когда только вышли эти ассасин, там, в 15-16 лет, вы смотрели, он такой бойкий такой, все, вот герой. И да, у него есть положительные качества, это ответственность, мудрость появилась уже в откровениях, ответственность, какая-то дерзость у него есть. Но при этом вот этот вот один-один очень важный минус по молодости, и этот тип мужчин очень эгоистичны, то есть мужчины, в принципе, по молодости эгоистичны, но именно вот как Эцио аудиторы, когда у них есть все, и семья, деньги, то есть они обложены со всех сторон, они максимально эгоистичны, потому что они понимают в себе вот эту цену, они понимают, что они не будут с какой-то простолюдинкой, им нужна какая-то особенная. И это правильно, это хорошо, там и приходит всегда особенная. Либо они к старости уже просто смягчаются и находят вот для сердца, для души, не обязательно, чтобы она была какого-то статуса, она будет, скорее всего, какая-то мудрая, умная, но это будет как-то проще. То есть по молодости это будет что-то вот такого же дворянского рода, грубо говоря, вот чтобы вот статус, вот все вот как надо. Они просто людинок не любят вообще, очень сильно, они живут в абсолютно иерархичном мире, мы все живем в таком, но они четко разделяют, вот эта женщина будет только для утех, а вот эта, это уже будет вот всем, чтобы показать, чтобы все люди, они все вот видели, что вот она. И как бы они это не отрицали, это действительно так и есть, потому что по молодости они не женятся в большинстве своем, либо это принудительные браки, либо это будет что-то вот такое с тремя там миллионами статусов наград и всего в этом духе. И это на самом деле логично, то есть это плохо для девочек, которые влюбляются вот так вот, он еще ничего не сделал, она уже там все упорхала, полетела, она уже в него влюбилась и все в этом духе. А кто более мудрый, они понимают, что с ними сталкиваться не нужно, не нужно, с ними сталкиваться, их нужно обходить стороной. Они не задерживаются на одной девочке, и даже на двух, и на пяти, и пятнадцати, они не будут задерживаться, они пойдут дальше. Вот такой вам небольшой экскурс на 17, 18, если будет минут там 19, по ЭЦУ аудитории Дефюренции. В следующий раз я подумаю, кого разобрать, это, конечно же, не последний выпуск, поэтому отдыхайте и до новых встреч.